В такой ситуации бывать еще не доводилось В такой ситуации бывать еще не доводилось Карен Хачанов о непростом отрезке курьеры Газета «Коммерсант» номер 35 от 27 февраля 2019 года Строение 12 в Дубае продолжается Дубай Дьюти Фри Теннис Чемпионшипс Турнир Ассоциации Теннисистов-Профессионалов ATP Категории 500 с призовым фондом 2,9 миллиона долларов 12-я ракетка «Мира Карен Хачанов» После поражения в первом круге от Николоза Басилашвили Из Грузии рассказал корреспонденту Твердый знак Евгению Федокову о причинах неудач Которые преследуют его в феврале И объяснил, почему впервые решил сыграть В парном разряде с Данилом Медведевым Если исходить из положения в рейтинге То 19-я ракетка «Мира Николоз Басилашвили» Второй по силе из тех игроков Которые не попали в Дубае в число сеяных А дальше у вас на очереди был бы Роберто Баутиста Первый из этого списка Можно ли сказать, что вам здесь не повезло с жеребьевкой? Наверное, можно Но что тут сделаешь? На жеребьевку повлиять невозможно Поэтому и пенять на нее неправильно Согласен, разрыв в рейтинге между Мну и Басилашвили незначителен Разумеется, я мог попасть на другого соперника Однако состав участников здесь очень сильный И я прекрасно отдавал себе отчет в том, что мне в любом случае предстоит сложный матч И настраивался соответствующим образом Тогда почему, имея поначалу небольшое игровое преимущество, вы постепенно упустили его, а во втором сети соперник получил полную свободу действий? Согласен с вашей оценкой Если бы мне удалось взять его подачу в начале матча, дальше все могло пойти по-другому Вместо этого я проиграл первый сет А потом Николос почувствовал себя увереннее и в начале второй партии сразу повел с брейком Не хочу искать себе оправданий Но в данном случае имели место сразу несколько нюансов Которые объективно сыграли не в мою пользу Басилашвили, крайне неприятный соперник, который играет без всякого ритма и обладает очень коварными ударами Навязать свою игру такому противнику непросто А ведь я все-таки отношусь к тем игрокам, которые предпочитают атаковать, а не защищаться Кроме того, сегодня был очень ветряный день Я приехал в Дубай заранее, чтобы как следует подготовиться И в последние дни чувствовал себя отлично Но в таких условиях, какие были сегодня, не тренировался и не играл очень давно Хотя условия для нас были одинаковыми Что за болезнь вам помешала выступить на прошлой неделе в Марселе, где в прошлом году вы взяли титул? Ничего серьезного Просто неважно себя почувствовал Побаливало горло, и немного кашлял, но без высокой температуры Видимо, организм потребовал небольшой передышки Вы проиграли первые матчи на трех подряд февральских турнирах В Софии, Роттердаме и здесь, в Дубае Не сказывается ли на ваших результатах так называемый фактор второго сезона? Имеется в виду, что любому игроку, который резко прогрессирует Нелегко удержаться на завоеванных позициях второй год подряд Возможно, это соответствует действительности, а может, и нет Трудно оценивать наверняка, поскольку в такой ситуации мне бывать еще не доводилось Прежде я никогда не входил в число фаворитов практически на всех турнирах, в которых принимал участие И ощущения у меня сейчас несколько иные, чем раньше, например, когда был на пути в первую двадцатку Это то самое психологическое давление, которое порой испытывают даже самые матерые игроки Не стал бы называть это психологическим давлением в чистом виде, но три поражения в первых кругах, конечно, не окрыляют Не скрою, мне сейчас очень непросто Но я верю в свои силы и рассчитываю вырулить на светлую полосу Ошибаются те, кто считает, что я зазнался и снизил требования к себе Я работаю даже больше, чем раньше Изо всех сил пытаюсь вернуть уверенность в себе, которой мне не хватает Блескали к завершению история со сменой ракетки, о которой мы с вами уже говорили в этом году во время матча Кубка Дэвиса Наверное, раскрывать все детали вам не позволяют контрактные обязательства Но судя по тому, что в Дюбае вы используете черную ракетку, на которой не указан производитель Окончательный выбор еще не сделан Я продолжаю тестировать некоторые модели, и одной из них играю здесь Надеюсь, что скоро приму решение Уже пора Могу только лишний раз подчеркнуть Я не собираюсь оправдывать свои поражения погодой или ракеткой Хотя в совокупности некоторые вещи немного выбивают меня из колеи Почему в Дубай не приехал ваш тренер, Хорват Ведран Мартич? Мы договорились, что он возьмет небольшую передышку В прошлом году он провел со мной примерно 40 недель с 52 тренеров Тренеров, которые ездят с игроком так часто, немного, и для него это непросто Иногда можно и дома с пользой время провести Отсутствие Мартича как-то сказалось на результате матча с Басилашвили Нет, с Ведраном мы тренировались перед Дубаем, а здесь со мной второй тренер Мартич обязательно полетит со мной в Америку на турниры в Индиану, Элсе и Майами Мы постоянно на связи, общаемся практически каждый день В Дубае вы после двухмесячного перерыва решили сыграть в парном разряде, причем впервые, с Данилом Медведевым Это своего рода экспромт или скорее предварительная прикидка к финальной части Кубка Дэвиса Мы с Данилом давно хротели вместе сыграть, но никак не удавалось Все-таки одиночку и пару на одних и тех же турнирах сейчас сыграть тяжело Особенно если ты в одиночном разряде рассчитываешь пройти далеко Но здесь у нас появилась возможность сыграть Во всяком случае, у меня желание большое Может быть, и сборная-то на пользу пойдет Субтитры создавал DimaTorzok